Добрый вечер. Добрый вечер. Мы на сцене вашего театра в Вишневом саде. Сегодня премьера. Меня предупредили, что нельзя делать селфи и снимать. Почему боитесь, что конкуренты позаимствуют? Захотят все прийти. Мы всех не можем вместить. 800 мест всего. Как-то так захотелось бы распределить желающих на долгие годы вперед. Но уже ажиотаж хороший. В принципе, уже за два месяца билетов не было. Что приятно, потому что классика, вроде бы на классику, хотя нет, не скажу так. На классику всегда были аншлаги, потому что классика даже сейчас пользуется большим успехом. Может, потому что соскучились. Тренд такой, классику адаптировать. И, допустим, у вас вишневый сад происходит в наши дни где-то на Рублевке? Или у вас прям вишневый сад? Это классический сад. И костюмы тоже. Мне не хотелось бы осовременить уже до такой степени. Идеи, заложенные у Антона Павловича Чехова, я думаю, что они современные по сей день. Другое дело, что у нас есть преимущество. У меня, как режиссера, есть преимущество, так же, как и у нас современных людей. Потому что мы знаем, что произошло в 17-м. Мы знаем этих людей. Поэтому образ Пети Трофимова у меня будет совершенно неординарный. Таким его еще не видели. А кто играет? Играет Сережа Куницкий, играет Трофимова. Ну, как вам сказать, лучше прийти посмотреть. Потому что вот эти люди будут не то что выдирать, они будут уничтожать до основания, а затем их будет мало беспокоить. Это люди, которые нахватались идеи, которые из газет подначитались различных взглядов и цитируя именно газеты, могут, в принципе, толкать речи. Но реально за всем этим не стоит подключение душевного. Это люди, которые абсолютно нигилисты, люди, довольно-таки жестко относящиеся вообще к ситуации и живут потребностями вот такими низменными, даже порой низменными. Я боюсь испугать зрителя. Вы придите, посмотрите, там все оправдано. Все на самом деле в тексте у Антона Павловича и есть. А вы считаете, что у Чехова в оригинале был это, как сейчас принято говорить, месседж вот такой? У него был, конечно, месседж, он, безусловно, предполагал, планировал, конечно же, Петя Трофимов, там представлен таким идеалистом, нет мира сего, он выше любви. Если Раневская ниже любви, и она порочна, и об этом написано Антона Павловича, и мы можем себе представить, что такое Раневская, которая порочна и которая ниже любви. Но для меня все то, что выше и ниже любви, это не про любовь. И все то, что выше и ниже, это те самые свободные отношения. Для меня то, что Петя выше любви, это те самые свободные отношения, которые были потом после революции. Если вспомнить, когда жили люди коммунами, когда твоя жена и моя жена, и в принципе секс, секс, помноженное на еще раз секс. То есть тогда отношения были вообще свободные. Тогда же, кстати, ужаснулись, они вернули институт семьи большевики, потом уже вернули, потому что поняли, что это идет... Это уже, по-моему, не большевики, а Сталин уже, который как раз зачищал после большевиков. Когда они поняли, что мир катится в пропасть абсолютно, то есть вся страна практически деградирует еще больше. Мало того, что она после 17-го года просто рухнула, да, и благодаря этим свободным отношениям, когда, да, товарищ, товарищ, ну что, да, мне нравится, вперед, не проблема, хорошо. Мне нравится твоя жена, давай, не проблема, да, Дуня, вперед, да. Вот это ужас, уничтожение вообще, само понятие любви, понятие семейных уз, понятие законов семьи, вот это уничтожение, просто как ячейки общества тогда, потом стали в спешке возвращать, потому что полная деградация. Мне нужно вот этого. Так что, Петя Трофимова, это как раз про выше любви, свободные отношения, мы выше любви, мы выше вот этих обязательств друг с другом, а гражданский брак и ничего больше. Вот это не обязательность. Но сейчас ведь как раз очень много разговоров на Западе о том, что семья как институт устарела, что семья не нужна, что она тормозит развитие социума. Вот, Евгений, вот и опасность того, что на самом деле я считаю, что... Что нельзя говорить папа-мама, родители номер один, два, три. Абсолютно современные. Я поставил про гибель империи. Про гибель империи, причем разложение общества, красивое, да, в нем есть еще внешняя культура взаимоотношений, но тем не менее внутри абсолютно гнилое. Да, страдающий по той чистоте, сам как раз олицетворяя эту самую чистоту, которая еще где-то в глубине души своей еще теплится, но тем не менее. И Раневская порочная. Это гибель, это история про абсолютно несчастливых людей. Лопахин любит Раневскую, Раневская не любит Лопахина. У меня даже Епиходов любит Дуняшу, Дуняша не любит Епиходова. Дуняша любит Яшу, Яша никого не любит, он любит только самого себя. И так все. Варя, который любит Лопахина, Лопахина не любит Варю. Здесь у меня даже Шарлота Ивана, который любит Епиходова, Епиходова не любит Шарлота Ивана. История несовпадения в любви. Это очень несчастное общество, здесь нет взаимности ни у кого. Поэтому нужно что-то менять. Нужно выдирать с корнем, выдирать и сажать заново. Нужно постараться взрастить новое общество так, чтобы все жили в любви. Утопия? Не думаю. Нужно постараться что-то делать, потому что реальная, абсолютная деградация. Без любви существовать нельзя. Без взаимной любви существовать нельзя. Без этой чистоты существовать нельзя. Лопахин, главный герой Антона Павловича Чехова, он как раз ратовал именно за Лопахина. И не за горлопана купца, которым его периодически на сцене показывают. Антон Павлович как раз очень хотел, чтобы сыграл Константин Сергеевич Станиславский, который побоялся выйти в роли Лопахина. Взял на себя Гаева, да. Он побоялся. Взял Гаева, да, конечно же, Гаев. Интересный персонаж, такой сиборит, поедающий леденцы в огромных количествах. В принципе, такой балабол. И ничего серьезного от него дождаться невозможно. Ничего абсолютно серьезного. Слова, слова, слова. Words, 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 nothing. Ничего серьезного. Лопахин был бы интересен в ее исполнении. Лопахин не кричащий, как Антон Павлович умолял. Не надо делать из него купца. Не надо делать кричащим. Он не горлопан. Он очень интеллигентный человек. Чувственный. Чувственный, ранимый человек. Вот таким у нас представлен Антон Хабаров. В Антошке это есть. Может быть, еще совпало совершенно удивительным образом Антон-Антон. Для меня это просто символично. Антон Хабаров, Антон Павлович Чехов. И вот это вот от цехи, от народа, из народа вышедший персонаж, который, да, это вроде бы из тех самых русских, которые могут зарабатывать, которые богатеют. Но не деньги ради денег. Вот есть настоящее в душе. Искреннее. Он влюблен. Но влюблен по-настоящему. Он настоящий мужчина. Это мужик. Да, по сути мужик. Но очень чувственный, ранимый, стесняющийся. Любящий безумно Раневскую. Еще вот с тех времен, когда был юношей, полюбил. Это платоническая любовь. Он мужчина. Но сейчас, в наше время, увидеть платонически влюбленного мужчину, большая редкость. Вот те самые свободные отношения разрушили. Вот как, я вспомнил как раз Ипполита. Мы перестали ввозь в окна к любимым женщинам. Вот ощущение гибели империи. Мы перестали влюбляться. Влюбляться и любить женщину платонически. Вот история абсолютно свободных отношений, которая убивает все. Поэтому, про эту историю, она мне показалась очень современной. Еще раз повторюсь, у меня преимущество в том, что я знаю, что произошло в 17-м году. Поэтому они были идеалисты. Поэтому Петя Трофимов, конечно же, был тот самый идеалист. Идеалист, всегда идеалист. И даже Олег Павлович Табаков играл Петю Трофимов. Идеалист. Это те самые не мужчины, как оскорбляет Раневская. Вы в ваши годы не имеете любовниц, как говорит Раневская, которая ниже любви. Вы чистюля. Для меня все-таки персонаж Петя Трофимов довольно-таки жесткий. Это такой бес. Чертчик. У вас вообще есть любимый и нелюбимый вишневый сад? Вы ведь, наверное, видели массу постановок. Штайна. Любимый. Штайновский. Это впечатление, наверное, еще со школы студии МХАТ, когда я прорвался туда на колосники в МХАТе и смотрел вишневый сад Штайна. Когда запах, может быть, поэтому у меня будет сток сена. Это влюбленности в Штайна. Не настоящий или пластиковый сен? Нет, настоящий. Настоящий, да? И оно будет играть в спектакле. Очень интересно будет играть сток сена, конечно же. И он будет настоящий, когда пыль от стога сена будет лететь в контравом свету. Впечатление от вишневого сада со стороны. Это здесь мы, не выдавайте нас, что у нас все-таки деревья не совсем настоящие, но вот если вы сядете буквально со второго ряда, даже с первого ряда, ощущение травы, ощущение настоящего вишневого сада. Вот сколько мне приходилось смотреть декорации, они ахают, потому что в свету и при настоящем изображении экранном, когда перспектива в экране продолжения вишневого сада, буквально там, ведь если по истории это все-таки было полтора гектара вишневого сада, полтора гектара. Это не маленький садик, каким его иногда изображают. Мы постараемся с помощью проекции изобретить вишневый сад, уходящий в горизонт. Это огромный масштаб площади. Так вот, вот это ощущение мне захотелось с помощью настоящих звуков, запахов настоящего сена. Возможно, воссоздать атмосферу реальности. Вы против условного театра, когда исключительно игрой актеров вытягивается сюжет? Нет, 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 я не хотел бы так говорить, потому что я очень люблю на самом деле и условный театр тоже. И самое главное, чтобы он не был формальным в игре актерской. Вот это самое страшное, когда все формально, в том числе и игра актерская, и даже та самая пьеса, в которой очень много страстей человеческих, реальных переживаний. Все-таки Амхатовская школа. Даже в условных декорациях, в условных, абсолютно условных декорациях, можно играть по-настоящему. Но, что касается вишневого сада, все-таки мы эскиз показывали в Любимовке, в усадьбе Станиславского, в реальных декорациях. Реальный дом брата Станиславского, где гостил Антон Павлович Чехов. Реальный вишневый сад, когда Лопахин у меня убегал, Антон убегал в реальный вишневый сад и издалека кричал, если землю по реке, а, Клязьма там, разбить на садовые участки, эскиз я показывал там, и зритель ощелил картинку в 4D. В 4D реальные вишневые деревья, которые, благодаря постановщикам, у меня зацвели в конце июня. Белый сад. И мне захотелось передать атмосферу реального вишневого сада, поскольку эскиз был в реальной Любимовке. Там Антон Павлович придумал вишневый сад, и там ни разу не играли в вишневый сад. Так что вы? Ни разу. Там репетировал Некрошус Великий, там репетировал Великий Фоменко. И ни разу, ну, как мне сказали, ни разу там не было даже эскиза, намека на вишневый сад, никто ни разу там не ставил. Я говорю, господа, мы обокрали сами себя. Там Антон Павлович придумал, он 6 раз на дню ловил рыбу на Клязьме, туда его просто пригласил отдохнуть, Константин Сергей Станиславский вместе с Книпер Чеховой. Они там поправляли здоровье, отдыхал, не писал пьесу, он ее просто придумал в голове. Там видел типажи, там он видел Шарлату Ивановну, там он видел всех героев вишневого сада и придумал эту пьесу. Там родился замысел, и когда мои артисты сыграли эскиз, они получили тот самый заряд энергии, необходимый для того, чтобы наш вишневый сад стоялся здесь. Но решать условно мне бы не хотелось. Здесь будут современные приемы, здесь будут элементы современного театра, безусловно, в решении самого спектакля. Безусловно, мы все-таки живем в 21 веке, и, конечно же, мне очень важно, что современный зритель, особенно молодежь, придет и увидит то, что для них будет как раз очень близко и приемлемо. Но обижать старшие поколения, которые выросли на классике, и которые захотят прийти на премьеру, и хотят все-таки увидеть классический театр, еще со времен Станиславского. А как вы относитесь к известному критическому тезису, что на самом деле не было никаких фруктовых садов в такого рода усадьбах? Бунин. Да. Бунин говорил об этом. И наезжал, условно говоря, на Чехово. Честно говоря, он наехал на Антона Павловича Чехова. Вы знаете, ну, не будем рассуждать метров. Они были оба великие, у них были свои разборки. И вот Антона Павловича я уважаю и люблю, потому что из всей мировой классики он занимает, мне кажется, одно из лидирующих мест, потому что его ставят во всем мире, его знают. И благодаря Михаилу Чехову, который уехал и дал актерскую школу всем голливудским звездам, и благодаря племяннику Михаилу Чехову мы теперь видим наших голливудских, наши в какой-то степени голливудских звезд, которые все-таки взяли на вооружение нашу русскую технику, нашего русского гения Михаила Чехова. Но имя Чехова – это мировая классика, поэтому будем уважать. Давайте мы все-таки представим себе, что он имел в виду, наверное, саму ситуацию, наверное, вот той империи, той страны, наверное. Поэтому сад стал таких вот огромных размеров. Да, таких садов не было по тому размеру, и такого огромного сада вишнево-фруктового не существовало. Но давайте тогда себе представим, что это образное, это та самая страна. Замечательный есть монолог у Лопахина. Господь Бог нам дал такие огромные леса, поля, реки. Мы должны быть великанами. Это тоска по той самой исчезнувшей Атлантиде. Это атланты. Мы когда-то были атлантами. И вот к кого мы превратились. Господа, может быть, стоит опять убрать и вернуться, и посадить заново. Может быть, мы вырастим в тех самых атлантов, которые перестанут воевать, перестанут уничтожать друг друга, грызть. Которые потонут снова в разврате. Может быть, мы наконец-то создадим идеальное общество. Вот эта тоска по идеальным обществам. Может быть, это возможно, если люди будут относиться друг к другу уважительно, перестанут воевать, оскорблять друг друга. Ведь мы же к этому стремимся, мы об этом говорим. И в классике, везде, в искусстве стараемся об этом говорить. Ну, кто как, кто к чему стремится, по-разному, знаете ли. Кто пытается разрешать, кто-то пытается создавать. Я все-таки хочу, чтобы в конце... Мне бы хотелось добиться этого ощущения. В конце, когда мой фирс произносит этот монолог, меня в конце на поклонах они будут сажать вишневуюся. Прямо вот. То есть, после того, как... А на сцене не будет ничего. Вы придите, посмотрите. Как вы, кстати, относитесь к адаптациям Чехова и вообще русской классики за рубежом? В частности, вот я помню, было масса публикаций насчет того, что Наташа Ростова была афроамериканка, девушка играла Наташу Ростову. И это очень многих возмущало. Как вот... Да как угодно, хоть бы ставили. Хоть бы ставили, да? Само внимание. Я понимаю, что можно, наверное, придираться к трактовкам. Ну, вы знаете, классика... Мы же все-таки тоже не гнушаемся порой ставить их классику, как нам видится. Классика, Наташа Классика, что она всегда, во все времена, подвергалась трактовкам. Тут, конечно же, нужно всегда относиться с уважением. И в этом плане для меня постановка «Вещнего сада» — это все-таки дань уважения великому автору. Я находил те самые ответы в самой классике. Я не придумал что-то сверху. Я не привносил... Мне показалось, что придумали все-таки из того, что я услышал сегодня. Нет. Нет. Все это все равно заложено. Допустим, шкафик мой, столик мой, как говорит Анневская. Шкафик у меня вот такой. Он же шкафик. Шкафик. Я разве здесь что-то нарушил? Это новаторство, конечно же. Но он же шкафик. Понятно. Я понимаю. Ну, шкафик можно... А вот шкафик. Как мне перенести Раневскую вместе с Гаевым в детство? Ведь нужно... А мне очень важно. Она должна перепрыгнуть через ту самую молодость, когда погиб Гриша, когда помер муж, который пил, сильно пил, как она говорит. Мне очень важно создать ощущение чистоты. А ведь та самая чистота... Чистота это было именно в детстве, когда мы играли с вами в шкафик, в стульях. Вот там мы были абсолютно чистыми. Вот где чистота Вишневого сада. В детстве. Юность, она уже подвержена испытаниям. Порой серьезным испытаниям. Мне нужно их перенести в детство. И когда мне выносят... И когда Раневская говорит, ой, я не могу сидеть, смейтесь надо мной. Смейтесь надо мной. Я глупая. Потому что она в детстве. И выносит вот этот домик, раскрывает его, как домик Барби. На Щекинский домик. Я зацепился за этот на Щекинский домик. Вы были когда-нибудь? Вы видели реально на Щекинский домик? Нет. Обратите внимание. Кстати, он, по-моему, есть в Москве. Его привезли с мойки. Там выставка, там находится всегда на мойке. Его, по-моему, привезли сюда. Обратите внимание. Тогда же вот эти миниатюры, которые собирали. На Щекине же собирал из Лондона, из Парижа. Там реально бильярдный шар, бильярдный стол. Там маленький ки, маленькие жары. Вот это вот увлечение детской миниатюры существовало еще в середине 19 века. И когда Фирс выносит вот эту миниатюру, и когда Раневская берет этот шкафик книжный, шкафик мой, стулик мой, причем это сделано благодаря нашим художникам, у меня замечательные художники в театре, они сделали реальный вот этот вот абсолютно маленький бильярдный стол, реальный книжный шкаф вот такой маленький. И когда Гаев поет оду вот такому шкафу... Ну, мы все это увидим, надеюсь. И когда Лопахин берет этот шкаф и говорит, что мы должны быть великанами, вы понимаете, что вот мы и есть те самые великаны. Что с нами произошло? Что произошло с Атлантидой? Ну, мы же реально великаны. Вот о том, что с нами произошло, мы во второй части говорим. Мы с театром закончили, во второй части переходим к... Я с ним не закончил, я продолжаю. Мы, я говорю. Вы заходите, а я еще нет. Но вы ведь продолжаете и в кино тоже. Я хотел бы поговорить о той работе, про которую я читал, Пушкин, Вискер, Кан-Ролл. Что это такое? Да, звучит так порой опасно для многих поклонников. Интригующе, да. Потому что все знают, конечно, что это по заповеднику Довлатовы. Но когда они видят название, их это кого-то пугает. Я сразу стараюсь заверить, что, господа, ничего здесь страшного нет. Просто современная история. Причем мы выкупили права и спрашивали разрешение, конечно, у наследников творчества Сергея Донатовича. Потому как, конечно же, просто так делать экранизацию никто, во-первых, не позволит. Сейчас у нас современные отношения. И это авторские права. И для того, чтобы выкупить и вообще экранизировать, нужно сначала договориться с родственниками. А родственники никому... Ну, с правообладателями. Да, с правообладателями. Они имеют на это полное право, и я только за. Это правда. Ну, тут нужно убедить. И мы рады, что наш сценарий понравился Кате Довлатовой. И они восприняли современные варианты заповедника. Современные. То есть это по мотивам заповедника Довлатова. По мотивам. Наш герой из писателя Бориса превратился в рок-музыканта Константина. И поэтому, естественно, рок-н-ролл теперь уже оправдан. То, что Пушкин, безусловно, наш герой едет работать, от отчаяния, едет работать экскурсоводом в Михайловское, в Пушкиногоре, к Пушкину. И там он для себя открывает Пушкина. И там же ему приходит вдохновение, как у Пушкина. То есть все как у Сергея Довлатова. Все то же самое. Играете вы музыканты? Поэтому Пушкин, да. Ну, а виски в данном случае некое связующее звено. Потому как мой герой, как и герой Довлатова, подвержен страшному пороку, с которым он борется, старается, нещадно бороться, завязывает. И в этом путь к спасению. Режиссер это Анна Мать, да? Да. А вот каково работать, будучи режиссером, руководителем, маститым, подчиняться женщине? Даже, я понимаю, даже жена. Спасибо за масти. Это вы режиссер. Ну, это же факт просто. Да, 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 да. Я здесь доверяю Ане, поскольку уже не первая работа с ней. Потому что она жена или потому что она... Нет, 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 потому что она художник. Она художник, режиссер, сценарист. Я доверяю ей как человеку, который видит во мне то, чего, может быть, не видят другие. Я доверяю ей, потому что она ищет как раз те самые новые формы для меня. У меня много проектов, и сейчас много проектов, и с другими режиссерами. И впереди большой проект, такой большой сериал, исторический сериал с другими режиссерами. Я выбираю то, что мне интересно. А они же со стороны, уже посмотрев все мои работы и в кино, и в театре, пытаются найти то, что действительно мне еще не предлагали, и что мне действительно, как актеру, может быть, интересно для развития актерского. Поэтому после фильма «После тебя», где я сыграл артиста балета, я никогда не играл подобного героя. Героя-интроверта, у которого все внутри. У меня в основном были экстраверты. Интровертов практически не было. Вот так вот, если вспомнить, не было. Такие вулканы, которые практически готовы к извержению, но бурлит столько, и внутри столько находится. А на поверхности, как айсберг, совсем чуть-чуть. Но ты понимаешь, что там очень много. Вот таких героев не было, тем более танцоров я не играл. Я, может быть, мечтал когда-нибудь реализовать свои возможности, потому что с детства, со школы студии МХАТ очень любил танец и станок. Для меня это не пустой звук. Я очень хорошо занимался, мне нравился танец. И потом очень нравится действительно современный хореография, современный балет. Это все придумала Аня. И следующий этап был, когда она услышала мое исполнение Высоцкого в спектакле, в моем творческом вечере, как я пою Высоцкого. И когда она услышала рок-звучание в спектакле «Хулиган-исподь», когда я пою Есенина тоже в роковом исполнении. То есть увидели Вас в рок-музыканте? Такие наметки, конечно, я в себя не верил настолько. Я пою как актер, есть актерское пение, мы все учились петь. И для себя я, конечно, пел, пробовал петь. И потом постепенно стал, постепенно все смелее, смелее, смелее. Потому что Аня в меня поверила, нам рассказал, пой, пой свободнее, развивайся в этом направлении, ты рок-музыкант, вперед. Ты рок-исполнитель, в тебе это есть задатки, ты способен. И я постепенно стал наглеть, борзеть. И постепенно, я не знаю, может быть, из-за того, что, наверное, в меня поверили, всегда в артиста надо верить. Меня поверили, и я уже стал немножко по-другому петь, чем пел раньше. Смелее, свободнее. Может быть, поэтому родился спектакль «Высоцкие рождения легенды», и там уже есть чисто роковые композиции. Я выхожу петь Высоцкого уже чисто рокерски. Даже весеннее поменялось исполнение. Я стал некоторые песни петь просто вот именно так по-рокерски, может быть, как эстрадный, я не знаю. Я даже не знаю, я в этой теме дилетант. Но петь стал вот те песни, которые мы записывали для Довлатова. А там впервые зазвучит Довлатов в роковом исполнении. Стихи Довлатова. Никто еще ни разу не перекладывал стихи Довлатова на музыку. Я даже Лене Агутин давал слушать, какие-то песни просто выбрал, и говорит, ну, вот это хит абсолютный. Я благодарен Лене, что он очень внимательно отнесся, и даже камео, есть роль камео, он в этом фильме сыграл самому себя, Лене Агутина. Хотя он каждый раз нервничает, говорит, когда мне сыграть самому себя, я всегда отказываюсь. Ну, мне он не мог отказать, потому что он любит Довлатова, и как-то мы с ним в хорошем отношении. К Лене я очень уважаю, он потрясающий музыкант. У него потрясающие вообще чувства музыки. Если Лене понравится музыка, считайте, что эта музыка хорошая. Это правда. Это я не потому, что с Леней мы знакомы, и что он снялся у нас. Просто я его уважаю как музыканта. А вы не смогли отказать, мне Дюжев рассказывал, что когда он себя дебюдировал в качестве режиссера, он же пригласил вас, и вы ему не смогли отказать, потому что он ваш друг, что называется, по жизни? Сама тема. Я просто знаю его отношение к маме, и вообще его семейная история. Ну да, это непростая. Непростая. И сам проект «Мама» мне очень нравился. То есть вы согласились, потому что вас устраивал материалы? Нет, конечно, и Дима, но в дебюте надо помогать. Так же, как и Саше Молочникову, сейчас мы все вместе помогали в его дебюте. Насколько удачно, неудачно, это уже судить зрителю, но это было искренне смешно, забавно, не столь серьезно. Но там мы абсолютно серьезно прошлись по собственным мифам, и я по себе прошелся катком просто. Сыграл свой собственный миф, сыграл о себе актер, который все сыграл. Да, да, да. И там по полной программе я издевался над собою, как только мог. И, ну, успех в том случае. Мою роль восприняли все забавно, оценили, что я способен над собой посмеяться. Я посмеялся от души. А дебютантам надо помогать, понимаете, дебют есть дебют. Я сам вспоминаю свои дебюты, когда мэтр поддерживает тебя, когда подставляет плечо. Вы знаете, это дебютантам очень важно. И с чем мы когда-то начинали? Им нужно вспоминать просто себя в этот момент и подставлять плечо. То, что Димка впервые снимал свою новеллу, как режиссер, я понял, что я просто обязан как друг помочь и подставить плечо. Вот тем более в этой теме. И она получилась одной из лучших новелл, потому что, может быть, история пронзительная. История пронзительная, отношение к маме. Вспомнил, как вы говорили, очень искренне, если вообще актер может говорить искренне, но мне показалось очень искренне, я был тронут про бессмертный полк. Вы говорили, вы считаете, что вы попали в списки невъездных на Украину из-за вот этой своей позиции, или просто это было формально, потому что вы подписали в свое время письмо по поводу Крыма? Я думаю, что Крым, скорее всего. Наверное, нет. Обидно? До сих пор еще пишут с Украины, еще в соцсетях, поклонники, фанаты, которые, я не знаю, знают они ситуацию или нет, но которые говорят, когда же вы приедете к нам в Одессу, когда вы приедете к нам в Киев. Мы так соскучились по вашим спектаклям. Сергей, мы ваши фанаты навсегда. Вы знаете, ваш коллега Райкин, Константин, недавно приехал в Одессу, всего неделю или две назад. Вы в курсе, да, что у него был сорван спектакль? Печально, печально, потому как, знаешь, отношения реальны, что есть, наверное, те, которые провоцируют ситуацию, те, которых провоцируют, и они уже забывая все на свете, живут только политическими взглядами и провокациями. А есть те, которые просто боятся, наверное, высказывать свое мнение, но в душе искренне верят, что все еще наладится. Вы бы поехали сейчас в Одессу, если бы не было формальных бюрократических, преград. Очень бы не хотелось, чтобы спектакль был сорван по причине вот таких провокаций. Сразу такое негативное отношение. Я убежден, что будет полный зал. Убежден. Убежден. Будет полный зал. Люди соскучились, я знаю, как соскучились. Но из-за каких вот, наверное, таких вот недалеких. А может быть, люди, которые осознанно что-то делают? Осознанно. Осознанно провокация. Причем даже в глубине души своей, может быть, и не хотели. Ну, как сказать, надо. Или заставили, или проплатили. Либо уже настолько, наверное, политизированы. И настолько, наверное, пропаганды убито сознание, что иного уже отношения не дождаться. Это, к великому сожалению, как в анекдоте. Ложки мы потом нашли, и осадок остался. Осадочек остался. И это, к великому сожалению, наверное, затянулось еще на десятилетие. Страшно, что при этом уже вырастет еще одно поколение. Следующее поколение. И уже потерянное поколение, которое будет только так воспринимать Россию. И клин, который вбили, он довольно-таки серьезный. Советник президента по культуре Владимир Ильич Толстой был недавно собеседником моим в этом проекте. И я спросил его, должны ли деятели культуры наши принимать приглашения со стороны южных соседей в этом контексте. Это первый вопрос, на который вы фактически не ответили уже. А второй вопрос такой, надо ли отделять продукт, условно говоря, ну вот спектакль, роль, от творца. То есть, если, допустим, человек занимает какую-то позицию, с которой вы не согласны. Ну, он националист, я не знаю, антисемит, русофоб, не суть важна. Ну, гений, допустим, снимает гениальное кино, гениально играет. Надо делать коррекцию или надо воспринимать актера, смотреть его роль, забываясь, кто это сейчас на сцене или на экране. С актерами, наверное, сложнее. Какая-то композитор, вы Вагнера слышали? Да, конечно, очень нравится. А человек ведь, ух, какой нехороший. Я не был знаком. Мы не были знакомы, но то, что он писал о евреях и вообще его антисемитивность, кошмарный жуткий фашизм. Да, любимый-любимый композитор Гитлера. И пел о Санну. Да. Слушай, чудовищно. Ну и где, на самом деле, та грань, где мы будем отделять человека, Вагнера, с его фашистскими взглядами, от Вагнера-композитора, который вам нравится? Где та самая граница? Давайте тогда будем отделять. Ну, это Вагнера мы и не любим. Нет, я не призываю отделять или не отделять. Меня просто интересует, как вы видите это. То есть, может ли измениться ваше отношение к какой-нибудь работе? Я вот... Вот, знаете, на Западе сейчас, вот в Америке, вот эта волна скандала с харассментом, там Кевина Спейси, переснимают фильм уже готовый, потому что его отстранились, переснимают, и уже некоторые сети... Сумасшественно, Саня. Да. У нас вся классика, практически мировая, построенная на домогательствах. Естественно. У нас любой сюжет, значит, есть женщина, есть мужчина, который ее любит, а есть еще третий мужчина, который тоже ее любит, но которого она не хочет. В результате того, что на самом деле происходит между вот этими двумя индивидуями, возникает абсолютная домогательство, потому что он носит цветы, он ее домогается, но на этом строится сюжет мировой классики. Это, конечно же, сумасшествие полное, просто полное сумасшествие. Вы считаете, у нас невозможны подобного рода секс-скандалы, потому что мы с вами понимаем, что жизнь, вообще жизнь, не только богемоны, устроена именно так? Граница то самого нравственного поведения человека, ну, понимаете, ну, маньяка, маньяк, изувер, насильник, при этом хороший актер, знаете, все-таки, наверное, наказывать надо. Наказывать как? Наказывать, я понимаю, гражданина Кевин Спейси, но снимать из сетки. Есть определенные границы, все-таки определенные границы существуют. Кто, конечно, те люди, которые будут устанавливать ту самую грани, да, где все-таки человек со страстями, человек, который, ну, все-таки есть определенная терпимость, ну, человек, который, ну, вот он так вот, вот такой он, вот он так родился, да, у него такая определенная страсть, ну, он такой родился. То есть уничтожать его только за это? Думаю, вряд ли. Если же он, на самом деле, занимается растлением, если он занимается просто реально то, что не приемлемо вообще в человеческом обществе, ну, вообще не приемлемо, что вообще безнравственно, за это, наверное, надо наказывать, как, в принципе, и всех. Это же не значит, что не смотрит, вот Павел Поланского до сих пор он не может въехать в США, потому что он под ордером за растление, там, не помню, 14-летней девушки, но он уже остается при этом гениальным режиссером. Я не берусь, я не берусь, честно говоря, говорить, потому что я боюсь здесь попасть, наверное, в определенный лагерь. Я нейтрально в этом смысле существую, потому что для меня самое главное искусство, конечно. Мы с нашей ментальностью отличаемся от американцев. У нас возможен такой вот скандал. Я думаю, что у нас как раз в этом смысле, если вы же говорите о свободе, о которой так долго здесь размышляю, что вот у нас такая несвободная страна, приглашайте их всех сюда, они здесь будут самыми свободными людьми. Это точно, да. Ну, и где-то самая свобода. Говорят, свобода, стучать кулаками, мы тут несвободные такие. Самые несвободные страны Америка. Самые несвободные. Сейчас, да. То, что это происходит, это да. А вот я помню интервью ваше очень... Поэтому тут даже, вы знаете, тут, если уж говорить так, так уж действительно по правде. Петр Личайковский и все. Ну, вот просто мы просто, да, упомянули, и после этого табу. Нельзя. Ну, да. При том, что мы уже многое знаем, многое читали, понимаем, да, суть проблемы, причем даже сопереживая поры, потому что, да, человек не виноват. Были страсти человеческие, да. То, что мне, допустим, неприемлемо, да, я другой в этом смысле по увоззрению своему, в том числе и сексуальному, да, я гетеросексуал. Но, тем не менее, по-человечески можно понять, и в то же время кто-то это не приемлет, да, по-человечески можно понять, но это же не отметает его абсолютно гениальную музыку. Гениальный, который живет весь мир до сих пор, называют, да, Прокофьев, Чайковский, Шостакович. Все-таки есть большая разница, когда человек – это просто картинка в учебнике, и когда ты реально этого человека знал, пересекался, или когда это был современник. Природу гений, кстати, мы и разбирали, и в фильме «После тебя», потому что мой герой, если вы смотрели фильм после тебя, абсолютно несносный характер, он невыносим. Многие зрители, которые смотрели фильм, ненавидят его с первой секунды, ненавидят просто этот человек, ненавидят. Просто абсолютный подонок, который они начинают понимать где-то в середине картины, сопереживать и сочувствовать ему. Потому что они понимают, что происходит внутри этого человека. Он гений. Насколько гений можно простить все? Многие гении были невыносимы. В личной жизни, в общении с товарищами, с женщинами даже. Да, я не знаю, вспоминаю, Сергей Александрович Есенина тоже многое читал, знаю, играл. Да уж, так. Сложно, сложно. Многие как-то так притомили, что страстная любовь. Да, но, пей со мной, паршивая сука, пей со мной. И у многих до сих пор возникает ощущение, ну, как можно так про женщину? И в то же время, дорогая, я плачу. Прости, прости. Вот эти качели у гений. И Александра Сергеевича. Вас когда называют гением, у вас, ну, помимо того, что это всегда лестно. Ну, хватит, давайте уже другу, ну, не надо уже. А, ну, то есть, вот это вот есть, да? Я буду сжигать, давайте, сожгут на костре. Здесь же вместе с лишнемся. Давайте уже. Вы знаете, вот финально... У нас любят после смерти. Это не только у нас, это вообще в человеческой природе. Да, конечно, конечно. У нас и это так гнусно, и так постыдно. Это в человеческой природе. Сейчас столько ушло великих, потрясающих людей, с которыми я был знаком. Финальный вопрос. В одном из интервью вы сказали, неохотно из вас прям вот эта собеседница вытягивала. Кем бы вы стали, если бы не стали актером? И очень ответ удивил. Вы сказали, что вы стали бы военным. Военным, да это тоже, наверное, из природы, наверное. Актерский, потому что дед был военный. Дед военный был по какой линии? Это были органы безопасности. Так что тут в этом смысле. Нет, по линии отцовской или материнской дед. Это по отцовской линии. В НКВД, да? Да, я думаю, что разведчикам, ну это были контрразведка. Это в данном случае работали. Это контрразведка. С западом. Говорить, что разведчикам, я бы сыграл разведчик. То есть все равно это какое-то актерское ощущение. Форма, да, то, что форму я люблю носить, может быть, это генетически. То, что я, допустим, рябень выправляю форму, если я надеваю даже китель, допустим, офицерский. Вот сейчас вот я был счастлив принять участие в сериале Троцкий. И вступиться за русскую армию. И сыграть генерал из колонны с трагической судьбой, который покончил с собой при подписании Брестского мира. Никто не знал. Я вот спрашивал, вы слышали когда-нибудь о генерале из колонны? Все говорили, нет, вот только посмотрели сериал и для себя открыли эту личность. Я сам для себя открыл эту личность. Я почитал много о нем. Прочитали после того, как получили приглашение. Да, я, вот что называется, провокация, да. Вот роль провоцирует, чтобы узнать о человеке. Трагическая судьба. Вступилась за русскую армию, чтобы Троцкому в лицо сказать. Это вы, большевики. И когда говорят, ну вы же теперь с нами, я не с вами, я с Россией. Она как-то самая любимая женщина, которая не знает, что творит. Она потом поймет. Будет поздно. Но я всегда буду с ней в брусте радости. Потрясающие слова. Настоящего патриота, да. Вот что бы ни происходило, но я буду здесь, с Родиной. Мне кажется, по-настоящему. Мне нравится, как вы это сказали. Большое спасибо вам за билет. Спасибо большое.